Мои дорогие, вы на канале Жанна Фетисова. Я обещала вам показать свой туалетный столик, и уж тем более, потому что он новый. Я сейчас покажу все, что в нем лежит, как я все там разложила. Сюда уместился весь мой проект использовать по максимуму и косметичка месяца. Сейчас все вам покажу. То есть вот, смотрите, здесь премакияж, сыворотки, базы под глаза, вот в частности от Эльф, который я вам показывала, сыворотка под глаза от Натура Сибирика, которую я должна использовать обязательно в 2018 году. И вот крем, на который я все время обращаю ваше внимание, с гиалуроновой кислотой. Здесь тоже очень-очень мелкомолекулярная гиалуроновая кислота. Здесь еще и пикногенол есть, о котором я вам рассказывала несколько раз, который увеличивает сопротивляемость свободным радикалам, накапливается в коже. То есть вот этот крем очень-очень хорошо увлажняет кожу под глазами. Поэтому он у меня стоит не в основном уходе, а вот именно в сыворотках, где премакияж. Кстати говоря, вот эти вот ящички, это для специй из магазина Фикс Прайс, я вам показывала. Приобретала я на пробу Орлан. Неплохая сыворотка, но честно вам скажу, я не увидела в ней ничего такого особенного. Вы знаете, вот по качеству увлажнения она не лучше, чем Хадалаба и не лучше, чем Шиконад. Хотя стоит она, вы знаете, да, заоблачно, заоблачно Орлан стоит. А вот эти вот два средства очень-очень бюджетные, поэтому обратите на них свое внимание. Тут же лаки у меня все здесь поместились. Диор, который я думаю, что с ним делать, потому что он очень долго у меня сохнет. И еще вот два лака Пинап и вот от Орли, который я использую вот как в качестве такого закрепителя для ногтей. Здесь же у меня сыворотки, китайские, корейские, разные, они находятся в проекте использовать по максимуму, чтобы их не забывать использовать. Видите, рядом с промакияжем они у меня стоят. Здесь же масочки, когда я делаю маски, я стараюсь не забывать вот такие вот вещи, как, например, под глаза от Клоранс. Хорошая увлажняющая масочка, но в основном она у меня идет больше, как ночной крем. Знаете, иногда просто очень-очень сухая кожа, и я на ночь использую ее не смываю, а утром уже смываю. Кислотная, очень щадящий такой вот пилинг, который тоже нужно смывать, поэтому, в общем, он у меня редко идет, но вот нужно уже его использовать. И заканчивается такой уже полупустой, я не стала его вносить в проект, думаю, что скоро я его использую. Здесь очень неплохой процент, ну, по-моему, 9 здесь процентов или 8 кислот различных. И действительно хорошо, очень легко так обновляет кожу, но он с увлажнителями, поэтому нет такого жесткого ощущения, щепучести нет. Но, друзья, опять же, Паё, как и Орлан, очень-очень дорогие бренды, поэтому, конечно, дешевле и с таким же результатом неплохим можно использовать все средства с кислотами от Revival Labs. Я вам не раз их показывала, сейчас у меня в ходу 5-процентная, только что я получила 10-процентную, поэтому буду для вас снимать видео о кислотах. У меня из коробочек красоты какие-то вот такие небольшие пробнички стоят. Это розовый лосьон с маслом, ну, в общем, он у меня такой, не сушит мне кожу, я делала его сама. Так, что у меня тут разместилось? Смотрите, вот здесь моя палетка от Avon, видите, ха-ха-ха, полностью закончились белые тени. Ну, такие не белые, более кремовые. 145-я палеточка моя здесь, Dolce & Gabbana, потому что вы ее выбрали в мой проект, теперь я буду в косметическом месяце ее использовать, поэтому она у меня тут поселилась. Любой тени от Art Deco зеленые, вот Essence, вот этот нейтральный такой оттенок, который я сама выбрала в свою косметичку месяца. И тот же лежит для удобства тени, которые я использую как базу от Belle, я их восстановила, они теперь прям такие кремовые-кремовые. Следующее что-то лежит, Guerlain метеориты от Elf корректирующая. Туда же положила от Avon шарики, в которые добавила розовые из метеоритов вот этих, потому что слишком розовила пудра. Вот теперь здесь такой микс. Здесь же лежит для пудры вот такая вот Essence Kabuki кисточка, мне она, кстати говоря, нравится. Просто чтобы не забывать ей пользоваться, я ее, видите, кладу функционально рядом с пудрами. И опять же из Guerlain вот эти шарики корректирующие, я использую такое покрытие на все лицо, при таком прям дневном незаметное абсолютно покрытие, однако вот дает такое приятное сияние. Все эти средства из видео использовать по максимуму, так что вы могли их видеть уже. Так, потихонечку перемещаемся, я хочу приобрести еще вот такие вот контейнеры, поэтому пока здесь все лежит в коробочках, но в принципе мне так тоже удобно. Кушан, который я делала сама вместе с вами, мы снимали об этом видео. Если не удается скорректировать какие-то покраснения вот этим зеленым корректором от Essence, я использую вот такой камуфляж Catrice, иногда просто наношу его на зону Т и все, и не делаю больше никакой макияж прям тонким-тонким-тонким слоем на увлажненное лицо. Вот эти два мои помощника для идеального тона, по крайней мере в зоне Т. Самый лучший, на мой взгляд, консилер антивозрастной, он же корректор, это Skin Food, вот такой Circle Concealer он называется. Я знаю, что девочки покупали по моей рекомендации и очень тоже понравилось. Все, кто купил, были приятно удивлены, что он вот такой прям маслянистый, но он идеально впитывается как будто бы в кожу, подстраивается, и получается, что вы синий цвет перебиваете вот этим вот персиковым таким оттенком. Вы знаете, он так хорошо маскирует синяки под глазами, если они есть. Вот у меня, например, нет синяков, у меня есть венки, и даже венки, которые вот выступают, такого фиолетово-синего цвета, он прекрасно убирает. Так, здесь же у меня от Эльф Пронзер, видите, он у меня уже крошится, потому что по какой-то причине у меня получилось использовать вот это больше квадратик. Ну ладно, ничего страшного, все равно спрессую, наверное, возможно, покажу в каком-то из видео, как я это делаю. Так, значит, баттер масла какао, да, я вам показывала только что, использую его для губ, очень удобный, кстати, стик, тоже на iHerb покупала. Сейчас у меня в проекте использовать по максимуму заканчивается гель, который закрепляет брови, я вам показывала какой, это белорусский производитель, и поэтому я взяла вот в свою косметичку месяца. Браудрама восстановила его, я знаю, что вас интересует, как я восстанавливаю всякие вот такого вот плана средства, которые у меня заканчиваются, видите, уже, это люкс-визаж, гель уже замученный, совершенно там уже скрепу его по стеночкам. Похоже на тушь, вот такой же тюбик, видите, Vivienne Sabu, но на самом деле это просто масло для ресниц, я наношу его вообще-то на брови, не на ресницы, потому что мне вот это репейное масло в глаза как-то прям лезет очень сильно, а потом такой туман в глазах, я этого не люблю, вот обычное масло. Да, знаете, так на корни ресничек наношу и вот так вот пальчиком растираю, то есть не прокрашиваю ресницы этим. Ну и тут у меня прозрачный гель, да, от Rimmel для губ, он, видите, у меня уже уходит потихонечку, отметочка уже снижается. Здесь две помады, которые я вам в косметичке месяца показывала, это от Dolce & Gabbana помады, очень увлажняющие, прям такие приятные очень. Здесь же стоит у меня скраб для губ, очень приятный, с маслом какао, с кофе, с сахаром, ну то есть прям такой правильный скрабик. Ну и когда есть готовое такое средство, мне как-то не очень хочется что-то намешивать в банку. Так, Диваж, которую я оставила, и здесь румяные тени из моей косметички месяца. Здесь у меня прекрасно поместились все туши, их три, для нижних ресничек, для верхних ресниц, пусть вас не пугает такое количество туши. И вот эта зеленая, тоже я ее восстановила, вот эта вот зеленая от L'Etoile, расскажу обязательно как. Далее база, чтобы не забывать, положила рядом с тушью от Everline, зеленый лайнер, карандаш от Essence в таком необычном бордовом цвете, транспарентный карандаш от Диваж, если делаю яркие губы, то наношу на все губы, чтобы не растекалась помада. Это новая подводка, которую взяла взамен засохший от Wet'n'Wild, мне нравится очень, она водостойкая. И карандаш коричневый в цвете какао от Kiko. Тоже не идеально рисует на тенях, поэтому мне помогает подводка от Wet'n'Wild. Ну и сюда, как вы уже поняли, положила то, что у меня должно уже быть использовано очень-очень скоро. То есть вот это тоже, видите, срочно-срочно-срочно, это такой Moisturizing Lotion, увлажняющий такой лосьон, антивозрастной, ахава. Я сейчас прям со скоростью света не смогу его использовать, наверное, в следующем месяце, потому что вы видели, кремовых текстур у меня довольно много. Алоэ Вера, такой стопроцентный гель алоэ, закрепляю им макияж, уровень отметила. И SPF, чистая линия, вы знаете, 30 SPF, как ни странно, вот этот вот солнцезащитный крем для загара наношу даже на лицо. И совершенно он не жирный, прекрасно впитывается, он прям такое молочко-молочко, очень-очень бюджетный. Так, видите, везде сроки годности пишу, на всякий случай, потому что можно нечаянно вот такие вот средства, которыми вы редко пользуетесь, пропустить сроки годности. Вот это все, что лежит у меня в столике новом. К трону своему, я его так называю, видите, какой стульчик высокий, красивый. Я прицепила, как вы видите, вот такую вот спинку, ну не знаю, как тренажер, массажер, поддерживатель спины из фикс-прайс. Вообще за 70 с чем-то рублей, кстати, штучка очень хорошая. Поэтому, когда я сижу за столом, очень удобно, просто не устает спина. И напротив этого стола у меня стоит вот такой вот комод, собственно, в котором вот во всех этих, пусть вас не пугают, пяти ящиках запасы хомячка. Да, вот столько у меня ухода. Вот здесь декоративная косметика и уходовые средства, которые, опять же, неплохо было бы поскорее использовать, чем только декоративная косметика. Не буду вам, иначе будет миллион часов видео длиться. Рассказывать подробно не буду. До конца 2018 года нужно использовать средства, здесь до начала 2019, здесь все средства мои для ногтей, вот в этой коробочке. В этом ящике все средства до конца 2019 года нужно использовать. И самый вот такой полный ящик, это до конца 2020 года нужно использовать средства. Вот такие у меня запасы. Тут рамочка, кстати говоря, из фикс-прайс, пока заполнила только одну сторону, дочку фотографию поставила. Муж подарил мне вот такую вот замечательную штуку, думаю, что вы знаете, что это такое. Ой-ой-ой, он в эту сторону, давайте его отвернем. Такой увлажнитель воздуха по моей просьбе, я считаю, что это очень полезно для кожи, ну и, в общем, для носоглотки тоже очень полезно. Вот в эту часть наливается вода, она переворачивается, ну, в общем, я подробнее вам покажу, как это делается. Чуть позже в специальном видео, отдельном. В общем, теперь он у меня есть, чему я очень-очень рада. Ёлку мы пока не разбирали, ребята, уж очень я люблю ёлки. Ну и тут, как видите, у меня просто миллион различных украшений для видео, они у меня все здесь стоят, рядом с ёлочкой, я их использую периодически. Любимая моя вазочка, вам понравился этот цветок, мы приобретали его в обе, я делала отдельное видео, вот такая вазочка продавалась она в Леонардо магазине. Эта самая лампа вам понравилась в одном из моих видео про коробочку красоты, я вам рассказывала New Beauty Box. Вот эту самую лампу мы привезли из Турции, это мозаика из стекла, видите, она вот такая очень красивая. Ну что, ребята, у нас сегодня с вами был такой влог, релаксационный, я бы так сказала, исключительно, да, для девочек. Я надеюсь, что вам понравилось мое видео, если да, жмите, пожалуйста, пальчик вверх, поддерживайте меня для развития канала, это важно. Спасибо большое, что вы были со мной, я желаю вам удачи и будьте благодарны за все, что имеете. Пока!